Алло. Да, слушаю. Вечер добрый. Компания веб-банкерах отдела судебного урегулирования. Меня зовут Победен Владислав Сергеевич. Иван Михайлович, это вы? Да. Будьте добры, с целью идентификации озвучить дату рождения. Который раз вы звоните мне или ваши коллеги? Не могу подсказать, Иван Михайлович. Ну, предположите, предположите. Сколько? Не могу подсказать. Ну, ладно, хорошо. Ну, я после 20 считать перестал. И ни разу не называл свои персональные данные. Делать этого не собираюсь. Так, а с чем, Иван Михайлович? Что это мои персональные данные. Я их не распространяю по телефону. Непонятно кому. Ну, смотрите, вы же в компанию сообщили, правильно? Я еще раз говорю, по телефону. Непонятно кому. Чувствуете разницу? Да, я вас понял прекрасно, Иван Михайлович. А вопрос в компании в течение какого времени решите? Что за вопросы у вас? Заходите в личный кабинет, ознакомьтесь с информацией. Вы зачем здесь? Я зачем? Да. Чтобы озвучить информацию. Озвучиваете. Но так как вы не называете дату рождения, я не могу быть уверен, что разговариваю. Вопрос остается без ответа. Тогда зачем вы вообще? Ну, видите, Иван Михайлович, вы не хотите идти на сотрудничество. Это я. Да, это я. Это моя история. А вы? Ваша история. В чем? Ваше предназначение. Ваша польза, в конце концов. В чем заключается? Человек совершенно логично отказывается называть свои персональные данные. Это не вредность, не глупость, не каприз. Это четкая позиция гражданская. Закон вообще на моей стороне. И вопрос, зачем вы, вот вы, вот вы, как, хотел сказать, личность, как субъект, зачем вы вообще? Иван Михайлович, вы поймите, я вам позвонил, не ругаться с вами. А я что, ругаюсь с кем-то, что и что? У меня просто вопрос вопросов. Я даже не получил ответа, сколько раз мне звонок поступил. То есть кто-то типа представитель компании, простой элементарный вопрос. Вы знаете, сколько раз мне звонили? О чем вы вообще можете с кем-то договориться, если вы не знали истории переговоров с человеком? Как можно пытаться договориться? Вопрос риторический, никак. У вас скрипт прочитал, перекрестился условно там, что его нахер не послали. Слава Богу. И выключился и звонишь следующему. И я спрашиваю, зачем вы здесь? Нет, нахуй я сюда пришел? Вы не правы, Иван Михайлович. В жизни людей, которых вы не знаете, зачем? Для чего вы лезете к людям? Вы лично звонари и представители коломассы, как вас так называют, вы знаете многие. БКМ. Зачем вы лезете к людям? Вот скажи мне, нахрен нах? Что вам в жизни не хватает? Вот вы что, себя не можете представить в другой какой-то степени, в другом применении? Ну неужели вы думаете, что действительно жизнь на вас заканчивается на таких, как вы? Не каждый из нас мог бы додуматься, что у земли есть пуп. Да, у вас она закончилась на основании вашего же выбора. И вы не можете ничего, блин, сделать с этим. Не хотите, ленитесь. А люди не понимают вас, это минимум. А как максимум они просто вас презирают за ваш выбор. Иван Михайлович. Потому что вы никак не можете повлиять на человека, который принял решение. Потому что вы демонстрируете с каждым своим звонком, когда вы звоните проснувшемуся человеку, вы демонстрируете свою беспомощность, ущербность. Вас только пожалеть, что... Ну вот не каждый может вот эти всколыхнуть чувства, чтобы начать жалеть вас. Презирать, пожалуйста. Ну что? Я вас понял, Иван Михайлович. Как часто мы это слышим. Я вас понял, вы заблуждаетесь. Да что же мы заблуждаемся. Ну что же вы будете спорить с тем, что вы работаете на ростовщиков? Притом даже вы не за свои деньги с утра до вечера это делаете. Вам там какие-то крошки со стола сметают. Смешные. В случае, если вы что-то там с кого-то взыщите. Иван Михайлович, во-первых... Или вы даже с этим спорить будете? Ну что, что, что? Вы что, 50% поджисканного долга, что ли, имеете? Вот вы говорите о фактах, которых вы вообще не имеете представления. Каким образом можно что-то рассуждать? Да нет, просто предназначение, да? Точнее, не предназначение, а назовем это так. Предпосылки вот этой вашей деятельности, да? Я все равно этого не понимаю, даже за 50%. Ну, было бы сложно утверждать, что вы лично, человек, который взыскал 100 тысяч, условно, получаете полтинник с этих взысканных денег. Ну, нет же! А все остальное, да даже это, конечно, стыд и позор. А то, что вы получаете, это крошки со стола. Один мне как-то заявил тоже. У меня зарплата, блядь, в плохой месяц 46 тысяч. А взыскивал с меня 112. С меня только. Он таких звонков делает в день по 200. Он так и говорит. Я еще притворился, но не засмеялся. Я говорю, откуда она складывается? С вас взыщу, с вас взыщу. Я в день делаю по 200 звонков. Я чуть не подавился, ну, чтобы не продемонстрировать, как мне весело. Он сидит 200 звонков в день, делает незнакомым мужикам и теткам. Пытается засунуть свой нос. Он, ты, там, какая разница. В их кошелек. И за это в плохой месяц получает 46. Ну, в хорошей, пускай там, блин, я не знаю, 86. Водитель в такси сотку получает, блядь. Водитель в такси в обычном небольшом городе сотку может получать, блядь. Иван Михайлович, вот вы опять же заблуждаетесь сейчас. Давайте более конструктивно. В чем я заблуждаюсь? Давайте более, Иван Михайлович, более конструктивно. Я с вами не позвольствую. Подождите, ваши слова. Вы заявляете о каких-то фактах, не разобравшись в них. Итак, факт. Звучало, во всяком случае, как факт. Вы заблуждаетесь. Давайте продемонстрируйте, в чем я заблуждаюсь. Ну, вот где вы говорите, что 100 тысяч получают таксицы даже в маленьких городках? Вы же заблуждаетесь. Ну, что, пару тысяч? Нет, если человек выехал на 2-3 часа поработать, это бесспорно, он не получит этих денег. Если он работает полноценную 12-часовую смену, да, это непростая работа, но она хотя бы оставляет за человеком след благодарности. Спасибо. Спасибо. И нет угрызений совести, во всяком случае, за то, что кому-то там он залез в кошелек, да? 100 тысяч получают. Ну, 2 тысячи за смену человек может заработать. Легко. Чистыми. Даже работая на машине фирмы. Так таксистов я взял просто первое, что в голову пришло. Если нет никаких навыков образования. Почему это все говорите, Иван Михайлович? Потому что мне хочется это говорить. Таким, как вы, непривычно. Что это? А почему ты заслушался? А потому что я зацепил. Хорошо, не таксист. Человек, берем людей простых, без образования, но умеющих, знающих себе цену. Не умеешь. Пошел, устроился в ремонтную какую-то бригаду. Сначала под мастерьем, потом научился плитку класть. И через полгода к тебе очередь. Если ты делаешь это все хорошо, не бухаешь водку и добросовестно относишься к своей работе. Очередь к тебе будет. Электрик, слесарь. Вы кем работаете, Иван Михайлович? Юрист я. Юрист. Да, вы кем? Юрист я. Юрист, да? Да. Ну вот лучше бы вы свои проблемы решали, так Иван Михайлович. Чем это лучше? Чего ж ты сюда звонишь ко мне? Зачем ты звонишь сюда? Вы прекрасно понимаете, зачем. Так я с тобой разговариваю. Да, конечно, я понимаю твою позицию. Для тебя было бы лучше, если бы я говорил ровно то, что ты хочешь от меня услышать. Естественно, тебе это лучше. Так это изначально, вот эта вот канва обрисовывается с того же самого начала, с которого я начал. Ты помнишь, с чего я начал? Зачем ты здесь, в моей жизни, в жизни следующего человека, которому ты позвонишь, в жизни того человека, которому ты передо мной звонил? Зачем ты здесь, вот с чего я начал? Удивлю, может быть, да, вашу позицию. Но я позвонил с вами, договориться. Да вот. Ну если с тобой тебе говорит такой человек, не хочу я с тобой договариваться, ты не способен вести переговоры, ты не знаешь той истории, которая была перед тобой. Удивлю, может быть. Нет, ты меня не удивил, ты в очередной раз сказал то, что говорят такие, как ты, не думая. В смысле, как ты можешь о чем-то договариваться с человеком, которого ты ни разу в жизни в глаза не видел? Не знаешь, о чем он говорил с твоими, блять, коллегами, извини, за сравнение-то, ну, нельзя, вот, ваш сегмент нельзя, вот, как бы, корректировать с такими терминами, которые относятся к каким-то профессиям. Ну, к профессиям относится термин коллега, да. Коллега, может быть, у таксиста, может быть, коллега. Ну, просто вас, ну, коломасу нельзя обозначить, как профессия. То есть, вот, процесс взыскания просроченной задолженности, это нечто обособленное. Это, вот, появилось не так давно в нашей стране. И с тем же успехом, поверь мне, в масштабе истории очень быстро закончится, особенно в нашей стране. Ну, да ладно. Зачем ты, вот вопрос, договориться. Нет, ты не умеешь договариваться. Ты не можешь этого сделать по определению с проснувшимися человеками. Все у вас, Саван Михайлович. Вот, 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 как можно договариваться, не понимая элементарных норм приличия. Сказать в диалоге человеку, все у вас, пытаясь найти какие-то точки соприкосновения, это плюнуть человеку в ладонь, которую он протягивает, чтобы поздороваться. Чудовищная бездуховность. Да нет, Иван Михайлович, просто неконструктив. Ну, просто неконструктив. Я тебе расшифрую. Ты вообще понимаешь, что такое конструктивный диалог? Послушайте, пожалуйста, меня. Вот ты употребляешь, применяешь термины, в которых ты не разбираешься. Конструктивный диалог – это обмен мнениями, попытка аргументировать противоположное мнение. А ты считаешь, вы, Коломас, считаете, что неконструктивно, это если не так, как вы хотите, чтобы вам говорили. Хорошо, я послушаю. Почему неконструктивно, по-твоему? До свидания, Иван Михайлович. Нет, скажи, почему неконструктивно? Потому что ты не можешь сказать то, что хотел бы сказать мне, да? Потому что это никак не клеится в эту парадигму, да? Все правильно, все правильно, Иван Михайлович. Иван Михайлович, все правильно. Поверьте, очень многое хотелось бы сказать. Ну, скажи, я послушаю. Давай, послушаю. Я все сказал, в принципе. Давай, скажи ты. До свидания. Значит, не хочется тебе ничего говорить. Хотелось бы. А чего не говоришь? Дядя? Ну что, вывернули, да, как это? Препарировали душеньку вот эту вот. Для улучшения качества обслуживания разговор будет записан. Алло. Да. Здравствуйте. Полина Валерьевна, вам знакома? А кто спрашивает ее? Это компания «Ребзайм». Полина Валерьевна, вам знакома? А вас как зовут? Прилепка Настасия Михауна. Полина Валерьевна, вам знакома? Анастасия Михайловна лично мне не знакома. Ее ведет другой юрист. Она является клиентом компании «АЛЯМ». Правозащитная организация. Ну, то есть в любом случае, вам знакома Полина Валерьевна, раз вы говорите о ней, правильно? Заочно знакома. Вы знаете? Заочно. Ну вот. Вы помогли ей передать, чтобы она связалась с компанией «Ребзайм» самостоятельно? А вы знаете, как произошло, что вы со мной разговариваете? Вы ей позвонили, она увидела, что звонит компания «Ребзайм», ну или какой-то другой ее кредитор, ну то есть нежелательный для нее звонок, и сбросила на своих юристов. То есть если я ей позвоню и скажу, что вот звонили с «Ребзайма» и просили перезвонить, она как минимум удивится моему звонку. Она же скажет, вы же сами рекомендовали не вступать в телефонные переговоры с кредиторами. Ну хорошо. Будет возможность передать информацию. Всего доброго вам. Будет желание, будет мрак в понимании, сумрак какой-нибудь тогда, да. Будет возможность, вот она есть. Алло, это там что-то пауза. Это еще чего за новости. Друзья, если по ЖКУ, по ЖКХ вдруг появляются коллекторы, знайте, им запрещено всем вот этим жилищным управляйкам передавать долг коллекторам. Нет, нельзя. Сами должны взыскивать, либо через суд. Здравствуйте. Звонок из Райфайзенбанка. Меня зовут Янша Валентина Геннадьевна. А я могу слышать, Виктор Александрович? К вашим услугам. Людмила Геннадьевна вас зовут, да? Алена Геннадьевна. А, Алена, слушаю вас, Алена. Красивое имя. Виктор Александрович, звоню из службы экономической безопасности по поводу вашей просроченной задолженности по кредитной карте. Скажите, пожалуйста, а вы какие меры предпринимаете, чтобы погасить кратчайшие сроки? Какая служба? Экономической безопасности? Да. Блин, я работал, ну не я работал, я водителем работал в Райфайзенбанке. У меня просто сестра работала в Райфайзенбанке, руководителем отдела регионального. Первый раз слышу вообще о такой должности сотрудника службы экономической безопасности. Такой нет, по-моему. Есть колл-центр, который им так написано представляться, ну, так говорить надо. А дела экономической безопасности нет у вас. Виктор Александрович, а как бывший сотрудник Райфайзенбанка, почему вы допустили, что у вас идет исполнительное производство по поводу вашей просроченной? А что здесь такого? Что я к какой-то касте особенной относился? У нас в конце апреля будет массовая сессия, мы будем продавать долги. Сумма требований у вас на 21 декабря прошлого года. Уступать, наверное, долги, да? Правильно так говорить, сотруднику банка надо в соответствии с терминами, которые применяются в гражданском кодексе. Я так понимаю, что вы не готовы к конструктивному диалогу? Почему не готов? Просто поправилась. Вы когда настройтесь на него, нам перезвоните. Служба экономической безопасности. Не надо ничего. А задолженность должна быть погашена в течение пяти дней до 25 марта. Выцессию будете на коллекторов или через третьих лиц, мною предложенных? Это будет решать руководитель? Нет, это буду я решать. Это буду я решать. Если вы коллекторам будете передавать, тогда я буду внимательно к этому относиться. Буду смотреть, чтобы весь процесс прошел строго в соответствии с законом. Чтобы правоприемственность была соблюдена. Проходить в соответствии с 382-й статьей по договору. И решать это будет руководство. Не одна 382-я статья только это регулирует. Там еще есть моменты. В том числе, если долг просужен, нужно преемственность доказать. Право преемственности. Замена сторон произойдет и все. Чего сделает? Замена сторон. Но коллектор должен четко и конкретно обозначить право преемствования. Это действительно еще дополнительный процесс. Это письмо в течение 30 дней. Если долг будет просужен. Нет, вы путаете. Вы прочитаете законодательство, посоветуйтесь со своей родственницей. Закройте долг в кратчайшие сроки. Коллеги с вами связаны через 3 дня, уточнят информацию. А потом еще через 3 дня. А что, долг просужен, а что я не знаю про это? Мы, друзья, на плейлисте. Плейлист «Что делать, если…» Эту тему прямо обсуждали. Здесь сидел руководитель отдела банкротств, юрист Константин. Точнее, я здесь сидел, он здесь сидел. И мы это обсуждали. Про как раз-таки вот эту процедуру право преемствования. То есть, если долг уже просужен первым кредитором, коллектор типа может его, как она говорит, купить. Ну, с точки зрения простых со всем отношений, вам могут сказать, мне сейчас кто-нибудь напишет, что у меня мой долг купили. Ну, вы же ничего не видели, вы не вникали, вы не смотрели. Вам в лучшем случае пришла какая-то бумажка в конверте с красивыми фразами. А вообще, как правило, звонят и говорят, мы продали. Или кто-то звонит, мы купили. Но на самом деле, у нас принцип Гражданского кодекса, ну, вообще сам Гражданский кодекс носит заявительный характер. То есть, вам могут заявить, предъявить все, что угодно и требовать начать на основании этих предъяв. Но нужно защищаться. То есть, и принцип права, так же, как и Гражданский кодекс, носит заявительный характер. Если вы молчите, ничего не делаете или делаете то, что не предусмотрено данными событиями, то считайте, что с вами будут поступать так, как захочется. Тем, кто действует, соответственно, тем событиям. Послушайте плейлист, что делать, если там есть ролик. Но там много чего очень-очень полезного на этом плейлисте. Продолжение следует...